И желаем вам море здоровья, без уколов, микстуры таблеток, дней чудесных, счастливых, спокойных, теплотой и заботой согретых. Еще раз с юбилеем вас. Здоровья, всем господин. Алексей Сергеевич Полухин, уроженец Орловской области. В армию юношу призвали в 1943-м. Я был маленький, вообще такой, щедушный. Ну, стоял на цыпочках, чтобы меня тоже взяли. И его взяли. Распределили эротистам в 15-й запасной самоходно-артиллерийский полк бронетанковых и механизированных войск Красной Армии. Там же заработал воспаление легких. Поправлять здоровье отправили в Пушкино. Приходят с 17-й палаты, в которой я лежал, военнослужащие. О, оловянный солдатик, а ты чего здесь? Я говорю, да вот был, ездил в Раменск. Меня не приняли, там написали. Вот написали, что 26-й год во фронтовые полки не принимают. Один дядька стоит. Ну, да поехали с нами. В 208-й запасной стрелковый полк, который находится в распоряжении 3-го Белорусского фронта. Я говорю, да к меня там не приняли. Дорогой. Вот сейчас дословно принимаю, повторяю его слова, туда принимают всех, даже кто приходит и голову под вышкой приносит. Там Алексей Полухин оказался единственным представителем мужского пола в женской роте связи. Подходим. Что? Ты мужчина? Так точно. Солдат Полухин. О, ну хорошо. А что ж ты такой маленький? Я говорю, ну подрасту. Я говорю, так не надо. Я говорю, все будет нормально. Хорошо. Молодец. Утром начали надевать. Ну, у нас-то было после госпиталя все такое, барахнота старая, амутировать. Начали мне подбирать. Штаны женские. То есть клапан здесь открывается. Гимнастерка женская. Она маленькая. Хорошая. Ну, я думаю, что здесь вот выточки такие были. Таким образом я все одел женское. В декабре 1944 года Алексей Полухин попадает в 174-ю стрелковую дивизию. Там за спасение раненого сослуживца и получает первую медаль. За отвагу. Прошел Польшу, Восточную Прусию. Восточную Прусию считалось неприступной крепостью немцев. А мы все равно, для русского солдата нет неприступной ничего. Пришли. Гора такая высокая. И кто как. Кто санник, кто салатский, кто на попе еще, кто на плач-палатке. И мы эти мазорские взяли ночью, за ночь, уже прошли. Командир дивизии. И вот тогда мне за обеспечение связи дали орден Красной Звезды. Великая Отечественная закончилась для Алексея Сергеевича 11 мая 1945 года. А сразу после младшего сержанта отправили на восстановление Севастополя. По дороге в поезде уже поделились на бригады и распределили обязанности. Кто кирпичи подавать, кто укладывать, кто раствор месить. А у нас приводит. Написано. Добро пожаловать в новом пополнении во флот. Таким образом я оказался матросом. Я поэтому все время себя называл солдат-матрос. Хотя было воинское звание старший сержант. Решением комиссии радиста Полухина распределили в радиоэлектронную разведку Черноморского флота. Этой непростой службе Алексей Сергеевич отдал больше 30 лет. Ксения Богинская, Дмитрий Релека, Севинформбюро.